Аминь. Безысление Бога, Слогородшую, Сущую, Богородицу Тя, величаем. Господи, Иисусе Христос, и Божий, помилуй нам. Аминь. Владыка Божий, Отчик Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христос, и Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и не живеси судьбами спасения и достойно праба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Тимофеев, послание Святого Апостола Павла, чтение. А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконии, листров. Таковы и гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонены. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Да, послание апостола Павла к римлянам. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Кто же сказать на это? Если Бог за нас, то против нас. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиим? Бог оправдывает им. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей, скорпи, или теснота, или гонения, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Во Христе Иисусе Господе. Наше имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Беседа Святаго Иоанна Затаустова на псалом 82-й. Песня «Псалом Асапа». Первый стих. Справедливо пророк назвал настоящее повествование песню и псалмом, так как соединил с пророчеством, которое он по обычаю называет псалмом. Победную песню против врагов. Боже, кто уподобится тебе, не безмолвствуй, не будь кроток, Боже! Второй стих. Пророк говорит это не вопрошая, вопрос был бы без смысла, а желая выразить беспредельность Бога и его ни с чем не сравнимость, потому что никто и не вообразит чем-нибудь уподобиться Богу, виновнику всего существующего. Должно, однако, обратить внимание на особенность чтения. Пророк не сказал, кто подобен тебе, но кто уподобится тебе, чем указал на будущее время. Этим пророк делает намек на то, что домостроительство единородного плоти уподоблялось по славе деятельности некоторых пророков, почему его считали одни за Илью, другие за одного из пророков, тогда как никто из них не мог уподобиться ему, потому что только он один был Богом и человеком, только он один спас род наш. Не безмолвствуй, не будь кроток, Боже! То есть, не долготерпи далее, молчание пророк называет время долготерпения грешникам, почему же он об этом молится? Баут, враги твои вошумели и ненавидящие тебя подняли голову, третий стих. Благодаря твоему долготерпению, говорит грешники, возгордились до такой степени, что вошумели, то есть стали дерзкими и с бесстыдством открыто показывают свое нечестие. Как бы трубят о нем и поднимают голову, не стыдяясь своих преступлений. Мало того, они даже тщеславятся, как будто нет никого, кого бы они могли бояться. Врагами Бога пророк называет грешников, так как они враги самим себе, делая то, что им служит во вред, то Бог, как человеколюбивый, не хотящий смерти грешника, и считает своими врагами тех, кто губят сами себя. На народ твой составили охотно коварный умысел и совещались на святых твоих, и четвертый из них. Вот пророк указывает другой вид вражды против Бога. Те, кто враждуют против народа Божия, святые, поднимают войну против того, чьи они рабы и братья. Под войной пророк разумеет не только описанное им ниже, где он упоминает и о воевавшихся людьми народов, но и подразумевает ту тайную войну, какой обычно грешники против праведников. Поэтому пророк говорить не просто составили коварный умысел, а составили охотно коварный умысел. То есть употребляли хитрости всякого рода и вида. Таковы суть те, которые людей, преданных Богу, сначала лишают денег, имений или чего другого, чтобы побудить их неблагодарность и хулина Бога. Когда же в этом не успевают, подстрекают их удовольствием, возбуждают страсть, числа и высокомерие, гордость, давая советы врагов под видом друзей. Это указывается далее. Сказали, приедите истребим их и среди народов, чтобы не воспоминалось более имя Израиля. Пятый стих. Ясно, что это сказано и сделано врагами Израиля, которое будет упомянуто ниже. Но ты разумей и те, которые внушают и побуждают делать зло. Эти последние хотят истребить нас из народов так, чтобы имени нашего не было ни с беззаконными, так как мы грешим, имея закон, ни с подзаконными, так как приступаем к закону. Они хотят, чтобы имя Израиля предано было забвению. Израиль значит видящий Бога. И если кто-нибудь не делает того, что подобает видящему Богу и обратившему к нему мысленную очередь, то такое естественно предается совершенному забвению. То этого невозможно было бы исполнить при позднейшей беспечности. Был ли когда Израиль видящий мысленными очами. То есть нельзя было бы и знать Бога. Ибо совещались единодушно вместе. Против тебя заключили союз. Но кто сможет, кто может замыслить что-нибудь или заключить союз, или даже вообразить, что против Бога, недоступного не только для зрения, но и для мысли. Бог признает совершенно против него самого то, что делается против верующих Него. Поэтому и замыслы против последних называются замыслами на самого Бога, как Отца, Защитника и Подправителя, подвергающихся им. Тоже были строящие поздние. Селение Думейские, Измаильтяне, Маафа, Горяне, Гивалы, Омон и Амалейкина, племенники вместе с жителями Ира. 7-8 стихи. Все эти народы происходили от Авраама и, следовательно, были родственны с израильтянами. Отцом измаильтян был Измаил, сын Авраама. Огаряне же происходили не от Авраама, а от Агари, которую на некоторое время дала Аврааму Сара, но потом из ревности изгнала вместе с Измаилом. Соединившись, следовательно, с чужим мужем, она сообщила своим потомкам название Огаряне. Подобным же образом, Амалейк был потомком Исава. А Мааф с Амоном были сыновьями Лота от его дочерей, родившимися после сожжения Содома. Их соседом был Гевал. А может быть и родственникам почему и сопричисляется к ним? Что же здесь имелось в виду показать? Почему именно указаны родственные народы? И чтобы ты знал, что первыми врагами бывают, говорит Христос, домашние, то есть родственники. Вот почему иноплеменника пророк поставил на последнем месте, сказал заключение. И на племеннике вместе с жителями Тира и Асур пристал к ним. Стихи 8 и 9. Не с жителями Тира, а с моевитянами и амонитянами и прочими указанными родственными иудеям народами. Они начали войну, следовательно, не по собственному почину, а по подстреканию родственников, почему троп Китриса выкупил. Они стали заступлением для сынов Лота 9 ст. То есть явились на помощь к ним. Итак, берегись внутренних врагов, потому что они возбуждают и внешне. И не полагайся на родственников, так как они часто превращаются во врагов. Но обрати внимание на высказанное им пророком проклятие. Перемена тона, потому что пророк переходит к молитве. Продолжение следует. 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 на свои искушения, но избави нас от лукавок, ибо Твои славства и силы и слава веки. Аминь. Новое стастотерство расстески, поведнически поприще земное предсекшие, задания десновения приимшие, молитесь о Христу, вас укрепившему, да и мы иногда найдем на них испытания чад, мужество, дар, боли восприимем, образ бодестей владызающими в ходе глаз, яко не исход, ни теснота, ни смерть, от любви Божьей разлучите вас невозможным. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый Славе Христе Божьим, долго тешлее, много милости, много благоутробнее, иже праведный, ребят, и местное, и милое, иже взятого и подпасения и обещания ради будущих благ, там, Господи, приимей ты наше обчастие и молитвы, и исповедись нашим западем твоим, души наши, от святителя и слава очистить, помыслей не исправив, мысли очистить, и избави нас от всяких скорбей, зол и болезней, огради нас святыми твоими ангелами, заповеднями, соблюдаем и наставляеми, достигив соединения веры, и урадуем преступную твою славу, яко благосостоянный сила веки веков. Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне пресняй, и веков, аминь, честнейшую червями славню тебе с ранее Серафим, бездействие не Бога, слава Отцу и Существа, и Божество Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь, Божий Господь и Сил, и все Твое Содителю, и разомилоседую из прикладной милости Твоей я единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, и неспрославый на спасение рода нашего, и честный его Христом рукописания грех наших, истерзавый, и победи вы тем начало власти тьмы, там, владыка, человеколюбчик, прими нас, грешные, благодарственные, стеряй молебные молитвы, и избави нас от церковных и убитых и мрачного превышения, и всех разлобить из нас, ищущих видимых и невидимых враг, приводи страх по Твоему плоти наше, и не плани сердец наших, в твоих повреждений лукавствия, но любовью Твоей уязвей души наша, как Тебе всегда взирающе, и эрот Тебе света на столе, и в вене преступных и пресносущных и зрящих света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем изначальному Отцу, среди народом Твоим Сыном, и со святым и благим и жертвящим Твоим Духом, и ныне, Христо, и в веки веков, аминь. Господи, Иисусе, Иисусе, Иисусе Божий, помил нас. Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи, благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя Моя имя Святого Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай, во сиху, сдая в Немо, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего отыскания живот Твоей, венчающего за милостей и щедротами, исполняющего в облаке желание Твое, обновится я поляю наста милостей, венчающегося милостей, Господь, многотерпелив и многомилостей, благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя Моя имя Святого Его, благослови, Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь, аминь, душа моя, Господа, Господи, Господа, в животе моем, моем, Богу, моему, донежи, не надейтесь на князе, на сыны человеческие, внижение и спасение, и сын иду, преговоре, возвратиться в землю свою, в тот день погибнуться по мышлению Его, благослови, боже Бога, холь, помощник Его, по поводнению на Господа Бога своего, сотворшего неба и землю, молящего и очевидни, хранящего истинного творящего суда, видимым, дающего пищочущим, Господь решит окованная, Господь умудряет смерцы, Господь возводит незвеженная, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, герои когда был приняты путь грешных погубей, во царице Господь твое, Бог твой сегодня вновь верит. путь путь мастер святого дуку и ныне и пристой во веки веков аминь, иди народ и синие слове Божьей бессмерти Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других следующую причину Два человека вошли в храм помолиться, один парисей и другой мытарь Парисей истав молился сам себе так Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю Мытарь же стоя вдали не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь говорил Боже, будь милостив ко мне, грешнику Сказы вы вам, что Исей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится Он сказал Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я И это время близко Не ходите вслед Когда же услышите о войнах и о смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец Тогда сказала, восстанет народ на народ и царство на царство Будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас Предаваясь на боги в темнице и поведут при царе и правителе за имя моё Будет же это вам для свидетельства Итак, положите себе на сердце, не обдумываясь заранее, что отвечать Ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возможно противоречить, не противостать все противящиеся вам Преданно также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят И будете ненавидимы всеми за имя моё Но и волос в голове вашей не пропадёт Терпение вашим спасайте души вашим Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от руки 18 глава 9 по 14 стих Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они правят и уничтожали других Следующую притчу Два человека вошли в храм помолиться Один фарисей, а другой мытарь Парисей став, молился сам себе так Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи Или как этот мытарь Пощусь два раза в неделю Даю десятую часть из всего, что приобретаю Мытарь же, стоя вдали Не смел даже поднять глаз на небо Но ударяя себя в грудь, говорил Боже, будь милостив ко мне, грешнику Сказываю вам, что сей пошел оправданный дом Свой более, нежели тот Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет А унижающий себя возвысит сам Эта неделя так и называется Эта неделя мытарь и Парисей И что интересно Вот все эти посты Большой, малый До восьмого века все Еще не утвержденные были Ну, четыре десятца, это да Сразу было И вот Составляли-то монахи И вот сделали же такую неделю Это сплошная Я спрашивал, разговаривал там Даже с Альфиреем не раз А почему так? Ну, говорят, юмора хватало и у монахов Только нельзя было высказать Мы Парисей еще Два раза в деле постим Все сотрем И мы не такие, как тот фарисей Я вот все смотрел Одно дело Пакт Ну, Господь сказал притчу А Лазарь это притча все Притча, но она основана На реальных Пактах каких-то И такого, что в храм Ходили, двое Сколько хочешь Почему? Это был не язычник Если бы язычник Тут бы Весь Иерусалим взволновался бы А это свой человек Но должность была другая Относились отрицательно И когда сегодня считаешь о фарисеях Народ любил их Любил Фарисеи это мы Православные Народ и любил Хоть Много не исполнишь Спрашиваешь, а мы все исполняем Это фарисеет Он прямо говорит И народ смотрел Да мы не можем Я не раз спрашивал Начальству Так, исполняешь пост Да, а как? Ну, первую неделю И последнюю А Златовый говорит У царя семь дочерей Ты почтил первую Последнюю Остальных пренебрег Царю понравится? Это утверждение 69-й Пункт 6-го Вселенского собора Это определенно Мы должны это исполнять И вот встретились Это реально Давайте воображение Разобрем первое Качество лидера Лидер отряда своей души Я пересчитал Несколько десятков проповедей Разных митрополитов И Сегодня легко это искать Конца кажется Я, конечно, нашел Нет Никто не разъясняет Самую вот эту Сердцевину Почему? Не знаю У меня несколько проповедей Было на форуме Стоят сказанные Сегодня я буду говорить Как фарисей Который стоит в храме И вдруг приходят Саддуки Саддуки Это стектанты Эритики Они убирают Они признают Икотору Пятикнижие Моисеева Бытие Исход Левит Чисто второзаконие А остальное Они отметают Ни псалтер Ничего не признают С ними трудо беседовать Я-то приготовился Стираха При мудрости Соломона Тавита Они говорят Это книги не канонические Их никто не знает А они в апостольских правилах Написано Восемьдесят пятое правило Два собора Утвердили Они никакие соборы Не нужны Я напрямую С Богом Разговариваю Вот это да Это саддуки Но Это стоял Не саддуки А редкий Прихожанин Как говорят Прохожанин Все говорят Вот сейчас спросите А ты на кого Хочешь быть похожий Ну Господь же сказал Что вот Мытарь Мытарь или мытарь Я не знаю Когда же правильно Разнести Ну если он такой Давайте картину Развернем дальше Где он был до этого Он не просто Пришел мытарь Это налоговая инспекция Вы знаете Как Ну было у Петра Впервые стали Таможенные Налоги брать И он сразу дал указание Я не точно приведу Но смысл тот Поставить Самых наглых Самых жадных И самую мизерную Зарплату дать Эти псы Сами себя прокормят Ну то есть Ну что там делать Если на таможне был Разные причины Найдут Что заплати Налог Даже налог Больше прибытка Который есть Я буквально на днях Столкнулся с этим Ну что делаешь Не обо мне речь идет А о других О верующих людях И вот этот человек Почему он раньше Не приходил Написано Молился Слух А фарисей Про себя Но главное Это ибо Когда ибо Это говорит Потому что Вся причина Того Чтобы ты этим Не хвалился И другого Не унижал Я десятину плачу А то прочитай Тавита Первая глава Шестой Восьмой стих Он платил Три десятины Вес народ Перестал платить Он один ходил Как мне сказала Бабка моя Мать отца моего Просчитайте Посмотрите Он платил Десятина нам Не принадлежит У людей неправильное Понятие Что мне и так Денег мало До десятую отдавать Но если мы двое С тобой нанялись Крыть крышу Где-то Или обрабатывать Виноградник Ну и договорились Ты говоришь А у меня есть опыт Я говорю Я первый раз здесь Ну кому больше Ну мне Который опыт есть Вот который мы Мед приносят Сюда Нам Это сурывки Это Который Геннадий Павлович А его Ксения Михайловна Мать была А она работала Старший напастник А моя мать Помощница Конечно она не то Получала Получала Да дома матери Своих колодок было Двадцать пять Тридцать На миду выросли Да еще там Не считай Что десять ребятишек Отец инвалид Не об этом речь А идет о том Что он Стал унижать Про себя Возвышаясь над ним Он знал его Вчера на улице Если он так подумал Все стоит на месте Но Тот человек И этот Который зашел Это разное Вот я схожу С корабля В кармане Деньги Сто процентное здоровье Там хеликов Не берут на корабль Комиссия за комиссией идет И что В кино сходить У меня А в библиотеку И в это время Господь удочку На меня заброшил Любил бабушек А тут бабушка С сумками А вот Господь Дальше говорит Первый вопрос Бабушка А у вас где молятся Это город Венспилс Латвия 27 сентября 62 году Я уже на границе Еще ничего не понимаю Что Бог со мной делает Она Не раньше Пошла бы в ту сторону Ничего бы не Она пошла как раз Мимо Литеранского храма И рядом Баптическая община Она говорит Так вот у них там крест Я не видел никогда крест Зачем на него Не увидел Так здесь наверное молятся Уже последний шаг Мне Бог дал То чего у меня никогда не было Я на опыт свой говорю Ты не говори о том Что я выше Я ниже всех Учусь Техникум заканчиваю Деревенская школа В аттестате Немецкий язык Тройка А ни одного слова не знаю Не было учителя И вдруг я этим занимаюсь Немецкий язык За 6 месяцев В немца поступаю Пробой говорить буду Английский за 4 месяца Латышский за 3,5 И латышский подходит Который там За порядком следит А у них так Начинают молиться Бери никого не пускают Как у нас Я тоже откуда Это беру И он говорит Вам все понятно Я говорю Ничего не понимаю Да как же А разговаривать О латышском Я не знаю этих слов Блаженны Нищие Духом А что это Ну это вот дверь Это прямо русское собрание Это баптисты А там с пятидесятниками Я не знаю Что я делаю Последний шаг И один из этих людей Пригласить меня домой Дадут Новый завет Такого В чем переплетили жматину И Все сядут обедать А я буду считать Когда они войдут У меня только одно Все тело мое На взводе Помолиться надо Я нашел то что есть Главное что Нагорная проповедь Я начал считать Она У меня здесь Была Я ее не мог выразить А здесь я ее встретил Скорее на колени Моя жизнь Мгновенно вся изменилась Вся Я встал с колен И тот который склонился Это совершенно разные люди И Бог сразу Как огнем Меня пронзил И первая проповедь Началась Когда вернулся на корабль И первому матросу Говорю Жил неправильно За нас Христос умер Вот это Час Минута Это 17.00 Было 27 сентября 62 года Я про это говорю И сделать Я теперь Парисин Ну и кто-то судил Меня Может быть Я там не так делал Но не пил Не гулил И женском поле Не баловался Господь знает внутренность С детства знал Что Бог Есть страшный суд Дальше этого не было Нельзя Мама сказала Я почему Я беру эту притчу И полностью прилагаю Ее к себе Кто я Вот этот мыталь Я ничего не знаю Но посты соблюдал Вот как-то все смешанное Так было здесь И здесь я увидел Во всей красе В кавычках Самого себя У меня ничего нету Но главное Что не делая Что другие товарищи делали Я внутренне знал Я умру сегодня Я буду в воду гореть Мать-прац сказала А почему Я не могу это объяснить Сегодня человек Что-то делает Уже Ну я ничего плохого не делаю Там Из дома мешок муки У него дети Накормлено Жена не выгнала Ну святой Я этого не мог сказать Я грешник Не мог объяснить Поэтому мне эта притча Очень близка Не посомневайтесь Только то что я говорю Это так и есть Зачем же он его судил Когда он здесь уже пришел Мне парисея жалко Это я И мытарь я И парисей В одном лице Господи Да где же ты был раньше И Господь мне как ленту показал Вот там-то Мимо храма проходил А вот тут я в поезде ехал Сидели немцы Я с ними разговаривался Вместе стали петь Считать А у них Евангелие на немецком языке было Они буквально Обняли меня Бог уже Меня касался Да что ж я наделал 24 года мимо прошли Бога не знал Я знал только то что нельзя А что это любовь И что этот Бог Все делает по любви И что книга любви Мне попадет в руки И сегодня я буду говорить Об этом с любимыми Знающими Бога Для меня это как второе рождение Духовное рождение было И здесь Я стал смотреть сколько Слово мытарь Встречается 21 раз И только в Новом Завете Слово фарисей 97 раз Все таки большая разница Я все места Промолотил В деяниях Один раз встречается И в посланиях Павла И всех святых Только один раз Когда Павел О себе говорит То он есть Я все места Заново Вчера Сегодня Ну Господи Что ж там сокрыто Открой мне И буквально все Вот здесь уже в коридоре На самом последнем шаге Господь начинает Открывать такое Что я Начинаю пятиться Да господи Да что ж я раньше Этого не знал Что сектанты Это Саддукея Слово саддукея 11 раз встречается Это так и есть Они выбросили 11 книг Из Библии Наши современные Бартисты Адвентисты Все Дальше толкуют По-своему А у нас заповедь На запад Правила Ну про нас Какая одежда Как они Народ любит Батюша Еще Батюша Романах Да каждая бабка Млеет буквально Что бы было У нас тут один был Не здесь лежал Потеряльки И стал священником И вот его мать Во время когда Воду наливают Ее сшибли И она подкатилась К ногам священника Как она ушиблась Она только всегда говорила Я ног священника касалась Это высшее Что она была Ей не надо было ехать В Париж Смотреть там Кто там Какие были У Наполеона Воины Она коснулась Священника Я не служу Я только говорю Какой авторитет А священники Главные виновники Что люди в отойдут Люди вообще Они пристроились Государствам Требования Такое государство Они все это делают Что угодно Все Откуда 27 В 27 году Митрополита Сергия Полностью преданная Я этой темой В последнее время Занимаюсь Кислякова Спиридона И каждое слово Проверяю Как здесь Это нельзя Сказать даже Совсем О Боге Ничего не знают Так где идем Самое лучшее место Покровский Собор Рыгий выходит Пасха Да с Пасхой Христос воскрес Я говорю Когда-то и мы Воскреснем Как воскреснем Воскресение Из мертвых Здесь 90% Не верят А почему Священник Один наказ Не забывайте Свечки брать И прямо уже Уходит и говорит Там на остановке Рядом остановка И продавит свечи Не берите Они не освященные У него свечи зеленые Синие А там восковые Спасики А нечистые Принадлежите Чистому Левитам 10 Отещайте И он говорит Почему Все Крещения нету Воронеж Город Большой город И туда Батюшка едет Со своим священником Тоже И крестят Парализованно Полное погружение Нету Нигде Сегодня больше 90% Нет крещения А это не крещение Что ладошкой Да плюс За деньги Патриарх Алексей Второй Ридигер говорил Деньги берут Это самая Настоящая Симония Я выписал оттуда Церковные ведомости Симония А симония Это проклятие И кто делает Ну как Симон думал И все Крещения За деньги Все они действительно Это симония Что сделали Везде Везде За все За все деньги Умер деньги На покойниках И как они распределили Я со священником Разговаривал Ты думаешь Просто это отпевать Мы же давно Не договариваемся А как Я спрашиваю Хор нужен А почему нет Ну сколько платить вам было Сколько Пять тысяч Ну здесь надо будет Восемь А вас как На крыльцо выходить Встречать Город заносите Конечно Сколько будет Двадцать восемь И наконец Дальше провожать Абсолютно точно Я батюшку Переспросил Он говорит Да это так все идет На покойниках Мародерство идет Это наши Мы православные Я не могу Отойти от этого Парисея Потому что я с ним Пощусь два раза В неделю Десятину Но по милости Божьей Бог дал понять Что не одно надо платить Бог благословил меня Шестьдесят лет прожить Плати девять десятин Это перед Богом Не мое Это благодать Божьей Но я показываю Почему на двух-трех работах Всегда работал Все Бог дает И все на алтарь Божий Надо положить Десятина Божья Мы с тобой договорились Да говорит Бог говорит Я тебе землю дал Ну прими меня Соучастники Да воду я даю Свет даю я Семена дал я Ну давай пополам Бог не говорит пополам Только десятую счастье Он не говорит Что вы жадны Говорит Вы обкрадываете меня Это никто не платит Десятину Это не просто Вратство святотатства Святыни Ты Божье украл Такого у меня не хватит Бог не спрашивает Это его Ты отдай это А дальше Пойди с рукой Батюшка может вернет Тебя тогда Она то будет как милостыни Выход везде всегда есть И понять эту притчу Мы должны Копнуть туда дальше Садуке Никого не породили Сейчас мы будем Считать об этом Который был бы нужен здесь Вся фарисейская каста Это избранная называется Избранная Она породила Апостола мира И мы сейчас Все это узнаем Лука 3.12.13 Пришли и мытари Креститься И сказали ему Учитель Что нам делать Он отвечал им Ничего не требуйте Более определенного вам Все То есть он коснулся Болевой точки Положено Двадцать тысяч А они берут Там двадцать пять Вот по вашему Уставу Сколько положено Платят Вот столько Ты и держи А воинам Не обижайте Никого Оружие Любого можно На колени поставить Как один Говорил в Китае Говорит Винтовка Главный двигатель Любого на колени поставим Мы говорим Главный двигатель Любовь Ведь люди Которые С этим связаны И знают Что незаконно Это Ступитесь За те Где незаконно Я просто Обращаюсь К своей биографии Потому что Она буквально Здесь Отец Инвалид войны С фронта По Смоленскому Оторвало руку Десять ребятишек Как жить Он пасет Гуси Гуси обычно Пять-шесть ищут У отца Каждый гуси Хоть двенадцать Тринадцать яиц И все до осени Выйдут Осень приезжают Со старого Вместе Забирают план Видит Человек без руки Видит Полный дом Ребятишек Который берет Ее звать Пана Параскева Рано или поздно Она сорвалась Зимой Саней Руки Я просто Геройствую Что берите То что положено Видит Не знаю Стали брать За каждой яблоню Мы еще стали Порубили Убрали Налога нету Старое время Брали За окно А как без окна Закон гласит За каждое окно Надо добавлять Дальше Платить за трубу Я спрашиваю А как убыли Они как дверь открывали Солома на стерь Многих поднимем Лежим ребятишки Это государство Я говорю Это на нас все Лежит Чтобы мы такими Не были Это те Которые относятся К мультарям Оборони Бог Блажение Давать Нежели принимать За ним будет Рука твоя Сжатой При отдаче Распростертой Для принятия Запоминайте Эти слова Читаем Лука 5.27 Сейчас Вся картина Будет Словом Божьим Говорит Если была притча Человеческая Тут я могу Добавлять что-то Здесь ничего Не могу добавить Сказал наш Господь Здесь все Заложено 5.27 После чего Иисус вышел И увидел Мытаря Именем Левия Сидящего У сбора Пошлин И говорит ему Следуй за Мною Это конечно Был Иудей Что Иудея Брал Не садукей Человек Который Знал о Боге И был Связан с Налоговой инспекцией Как он брал Сколько Дальше нигде Ни слова не говорится Ну Господь не смотрел Какой Главное Услышал голос Он где-то звучал А тут Услышал Встал и пошел Это потеря была какая Родные конечно На него ополчились бы Все Такие деньги получал И теперь где будет Он не понимает Что они говорят Я небо выиграл Если я это сделал Для неба Ты никогда не говорю Об этом Ты радуйся Каждый шаг Где ты с собой Трудишься Это все приближает Нас к Богу Лука 5 30 29 И сделал для него Левий В доме своем Большое угощение И там было Множество мытарей И других Которые Возлежали с ними Книжники же И фарисеи Роптали И говорили Ученикам его Зачем вы едитесь И пьете С мытарями И грешниками И как знали Когда Что Но это доброе дело Иногда обвиняют Вот старовера Где-то там В тайге живут И пить только Своей кружки А сегодня говорят Это мера Предохранения была Если один Проехал человек Больной Венерической болезнью И все деревья Умирает У них не вращение Это они в тайге И поэтому Один как-то стал Воду черпать А ведро стоит у них А ему машину заправить Он своим Ведром туда полез Они ничего не придумали Другого Как снять место Бросить дом Дальше в тайгу И построить новый дом Люди боролись За это И они оставались живыми А у нас Как будто бы Разы сидят Новый год Пошли Ну и проще Не годится это Дальше 31-34 Здесь же Иисус же сказал им В ответ Нездоровые Имеют нужду Во враче На больные Я пришел Призвать Не праведников А грешников К покаянию Они же Сказали ему Почему ученики Иоанновы Спастятся Часто и молитвы Творят Так же И фарисейские А твои Едят и пьют Он сказал им Можете ли Заставить сынов Чертога Брачного Паститься Когда С ними Жених Пост Связан С пребыванием Христа В другом месте Он пришел Постанет Сегодня мы Это никак не можем Сказать Господский праздник И как Вот помните Есть такое Суббота Лазарева А потом Суббота Лазарева Рыбу есть нельзя Потому что завтра Можно будет есть А в это время Только икру Икра это Лазарев Как из щелева Рыбу достаем Икру И так он вышел Из гроба А сама рыба Как гроб Толкование хорошее Это все монахи Потому что вера Была не от слышания Не от слуха А от брюха Вот беда-то где была И поэтому С нами разговаривать Надо Сначала нас накормить Дальше читаем Матфея 9 11 Сейчас мы увидим Какая характеристика Тем и другим дается 9 11 Увидев То фарисеи Сказали ученикам Его Для чего Учитель Ваш ест и пьет С мытарями И грешниками Для чего Ну А вы бы как Вот так же Вот у нас была Еврейка Которая люди Знаете По его словам Абону Хороший человек Где-то А как пели Верую Она не пела Я говорю Почему Бога истина От Бога истины Христос Это не Бог Это мессия Я говорю Как же так Ты это веришь Ну Так вот А вы бы Признали его Если бы Как Закхея Пригласили Могли Пригласить Обязательно Христа А вы Признали бы Что на этой скамейке У вас Трапеза Сидит Бог Бог Творец мира Нет Не признал Чего с меня Спрашиваешь Теперь Я когда знаю Уже символ Веры Святые отцы Сказали Я верю Это Бога Человек А я бы Тогда принял Его как Пророка Как Мусульмане Признают Как Мессию Тут надо быть Еще Себе Построже Да Я бы Его Принял Как Человека А теперь Нет По другому Дальше Это мы Все Про Матарей Тут узнаем Парисея Считаем Матфея 3.7 9 Парисеям Не очень Дороги Но Беда Ему Что Корабль Наполненный Сокровищем За того Дорога Кто-то Пробил Ему Днище И все Туда Провалило Днище Это язык Рот Не закрыл Я не такой Как Прочи Да он Не такой Он правильно Говорит Все Но дело В том Что Конкретные Фигуры Коснулся Которая Уже Не та Которую Он Узнал Там За порогом Вот Матфея 3.7.9 Матфея 3.7.9 Да Увидев же Иоанн Многих Фарисеев И саддукеев Идущий К нему Креститься Внушил вам Бежать От будущего Гнева Сотворите Достойный Плод Покаяния И не думайте Говорить Себе Отец У вас У нас Авраам Ибо говорю Вам Что Бог Может Из камней Сих Воздвигнуть Детей Авраам Саддукеев Фарисеев Здесь На одной Полочке Все стоит И саддуке И фарисеи Одинаково Нуждались В принятии Иисуса Христа А теперь Он им и говорит Кто они Такие Дальше Говорит Змеи По рождению Ихидины Мы одинаковые Со всеми Этими Которые В нашем Понимании Ну оно так По слову Божьей Сходится Они Еретики Считаем 5.20 Мафия 5.20 Ибо Говорю Если Если Праведность Ваша Не Превзойдет Праведности Книжников И фарисеев То Вы Не Войдете В Царство Небесное Как Высоко Господь Оценил Сегодняшняя Мерка Нам Дана В фарисеях Она Должна Превзойти Это На Православных Можно Ориентир Держать Когда они Вот это Усвоят Мы Фарисеи Это На 100% И одежда Длинная И длинное Богослужение И Дважды В неделю Это Никто Кроме Права Ни Католики Никто Больше Так Не Делает Это Мы Но Ты Хочешь Спастись Превысь Это Плати Не Одну Десятину А Как Товит Платит Ренед Нуждающихся А Такие Есть Люди Вот Если Торговля У нас Была Десятину Отменить Сразу Поскольку Мне Звонят Ну Что Ж Делать Священник Понимает Ему Говорят Десятину Буду Платить Если Торговлю Беда Пошел Со Десятиной Что Там Копейки А Здесь Он Машину Освещает 1 или 2 Процента Стоимости Машины Дальше Считаем 7 29 Мы Немного Время Тратим Что Тут Заклад Уже Есть Но По Другому Нельзя Я Не Вижу 7 29 Да 28 Последний Да 7 29 Матве Моя Глава Да 28 Последний Ибо Он Учил Их Как Власть Имеющий А не Каш Книжники И фарисеи Власть Имеющие А они Стали Как Власть Имеющие Правила Такие Проехал По базару Не Вылазил Руки У тебя Были За пазухой Но Руки Обязательно Надо Вынуть Первый Священник Однажды Разговаривал С Пилатом Как пишет Может Другой Промитель Был И подошел Ближе При Ну Ну Сегодня Так Это Насколько Метр Полтора Там Нельзя Ближе Подходить И он Подошел Близко Тот Разговаривал И Смина Попала На него Свои Сразу Первый Священник Арестовали И сколько Положен На площадь Дали Плетей Вот Дисциплина Была Дальше 21 45 46 Матфея Да Матфея Это Все Мы Таря Берем 21 21 45 46 Налоговый Сборщик Куда Нас Завел И слышав Притчи Его Притчи Притчи И фарисеи Поняли Что он О них Говорит И старались Схватить его Но побоялись Народа Потому что Его Почитали За пророка Ну знаете Великий Инквизитор Достоевского Когда является Там кто-то Как его Арестовывают И сегодня Еще показывают Как Христос Пришел А первосвященник Говорит Зачем Ты пришел Ты мешаешь Нам Ты нам Право Не добавить Не убавить Ты добавить Все равно Ничего не можешь Ты сразу Арестовывать Его Это Достоевскому Открыто Это Пророчески И это Как раз Про нас Он Имеет Ввиду Католиков Но у нас Оно Ничем У нас Каждый Архиерею Главное Угодить Архиерею Священниками Разговаривают Я не могу Вывести Написание Писание Говорит Не так Надо А что Архиерея Абсолютно Невозможно Оторвать Мы в архиерею Верим Да не в Бога На суде Божьем Архиерея Не будет Где он Будет стоять Так Говорит Наговорная Проповедь Ни шагу Назад 22 41 46 Луки 11 43 Это мы не читали 22 41 46 Когда же Собрались Фарисеи Иисус Спросил их Что вы думаете О Христе Чей он Сын Говорят ему Давидов Говорит им Как же Давид По вдохновению Называет его Господом Когда говорит Сказал Господь Господу моему Сиди одесну И меня Доколе Положу Врагов твоих Подножия Ног твоих Итак Если Давид Называет его Господом 41 46 Посмотрим Вторая Глава 41 Стих 46 Вот Вот 22 Вот Это же 23 Вот 22 Глава 22 Глава 41 46 Читаю Считаешь Они там Вот здесь Читаешь Вот Ну ладно Тогда все Это и есть Так Лука 11 43 То есть Они заблудились И Христа Признавали Просто за Человека За кого Вы меня Признаете Горе вам Парисеи Что любите Председания В синагогах И приветствия Народных Собраниях Так 44 Год Скрытые Над которыми Люди ходят И не знают Того Вот так И в прошлые годы Когда была Другая Власть Даже Саддуки Как-то Сопротивлялись Где-то Их арестовывали Сажали Было Там Спрашивают Где дети Дети Священник Где у меня Настоятель Был Здесь Это Комсомольцы Даже Секретарь Комсомольской Организации Уступают Бакти Все По радио По телевидению Показывают А мы Говорят Нет Мы И учим Божественному И они У нас Уступают И у них Кого Не обидели Но Разница Огромная Просто Нас Так Привучают Чтобы нам Только было Хорошо Тепло Сытно И никуда А Когда мы Считаем Филиппейцам 1.28 Он говорит Нам дано Вам дано Не только веровать Но и страдать За него А вера И страдания Неразрывно Связанная У тебя Обязательно Что-то будет Там с работой Связано Там С детьми С зятем С властями Но это закон И надо Благодарить Бога Что он такой закон Дан нам Дальше И Оан 12.3 Почему Иоанн 12.3 Глава 3.3 3.3 12.3 Так Подожди Минуточку Да 12.3 Мария же Взяв Пункт Да 12.3 12.3 12.3 12.3 Вот он Евангелие От Иоанна Да И что Мария же Взяв Пункт Нардового Чистого Драгоценного Мира Помазала Ноги Иисуса И оттерла Волосами Своими Ноги Его И дом Наполнился Благовуханием От мира Связано Связано С тем Что там Были Люди Которые Не хотели Чтобы они Были Филипистом 3.5 Почему Есть С Митрыми Парисеями А они За ним Всюду Везде Ходили Это Господь Мы Не можем Это Сделать Открыть Дверь Сейчас И заходить Кто Хочет Ситуация Не та Филипистом 3.5 Обрезанный Восьмой День Из рода Израилева Колено Вениаминова Еврей От еврея По учению Харисей Павел Не считал Что это Унижение Ученый Равин И как Господь Его Обратил Поэтому Из православных Мы видим Сколько людей Канонизировано Которые Благовестники Были Как Иннокентий Вениаминов Освятитель Севера Стефан Пермский Целую нацию Освятил Николай Касаткин В Японии Сколько В Алтае Здесь Глухарев Архимандрит Был Алтайцы Которые 475 Человек Христил Евангелие Атриана Здесь 20 Деяние Деяние 23 6 9 23 23 Наверное Деяние 23 6 9 Мужи Мужи Братья Я Фарисей Сын Фарисея Зачаяние Воскресения Мертвых Меня судят Когда же Он сказал Это произошла Распра между Фарисеями Саддукеями И собрание Разделилось Ибо Саддукея Ибо Саддукея Нет воскресения Ни Ангела Ни Духа А Фарисеи Признают И то И другое Сделался Большой Крик И встав Книжники Фарисейской Стороны Спорили Говоря Ничего Худого Мы Не находим В этом Человеке Если Дух Или Ангел Говорил Ему Не будем Противиться Богу Видите Как Воспользовался Этим Моментом Когда Разные Люди А как Это нам Позволено Или нет Но если Момент Бывает Такой Ты не Скрой Только Скажи Господь Нам Это Открывает Вот у нас Даже Когда были Тут Блухонемы И Крутными Бухами Читать Я посмотрел Талтырное Чтение Совершенно Не Сходится А где Это Готовый Перевод Я запретил 1879 Года Я могу Это доказать В течение Пяти Минут Самый Лучший Перевод За всю Мировую Историю И поэтому За каждую Буху Здесь Держитесь И вот Это Не Православная Библия Но Она По Синодальному Вот Синодаль Признают Католики А их Миллиард И они Печатают А признают Это Баптиисты Адвентисты И Свидетели Его Называются Свидетели Сторожой Башни Они Не признают Поэтому Из этого Перевода На русском Заке Мы увидели Что Вошли в храм Два человека А теперь Дальше Как бы В живоображении Мы стоим Ну дальше То что будет Вот которые Говорят Я говорю А ты кем бы хотел Быть Ну Ясно дело Я как Мы Ну а ты вышел Ты опять За старое взялся Если он Такой Похвал Написано Что Фаисея Потерял Но Тот пошел Более Более Оправдан Это не означает Что тот Неоправданный Слово Более Это зачем Стоит здесь И теперь А если он дальше Уже будет Христианин Настоящий По нашему Первый раз Пришел А теперь Принимает Святое Крещение Как ты будешь К нему относиться Его биографию Переписывать Или пример С него брать Замолкнешь И ты увидишь Как воссияет Новый свет Не вчерашняя Тьма в глазах Будет И сегодняшний день Он для нас Я священника Говорю А как Блудный сын Это про нас Мы все блудные Тут они знают Я говорю А тут кто ты Никак не соглашается Что мы фарисеи Все фарисеи От малого До большого Но Фарисеек Породили Апостола Павла Богу нашему Слава Вовеки Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Помилуй Благослови Господи, Суси Христе, Сыне Божие Молит ради Пречистых и Матери Преподобных, Богоносных, Отец Наших Святых, Новому учеников Исповедников Российских и всех святых Помилуй нас Аминь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Боже, будь милостив Ко мне, грешно Создавший меня, Господи, помилуй Господи, прости меня, грешно И помилуй Воскресное богослужение Кончено, следующее богослужение У нас в храме будет Субботу в 16 часов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!